Всем привет! С вами компания 3DIY, меня зовут Валерий, и сегодня мы поговорим о драйверах шаговых двигателей. Дабы лучше понимать, зачем нужны драйверы, начать, пожалуй, стоит с принципа работы шагового двигателя. Не будем углубляться в детали. Если хотите узнать поподробнее именно о шаговых двигателях, у нас есть ролик на канале. Ссылку оставляю в описании и в углу экрана. Если коротко, шаговый двигатель состоит из двух основных частей, ротора и статора. Ротор изготавливается из магнитного материала и имеет цилиндрическую форму с делениями по периметру. Статор состоит из медных обмоток и опоясывает ими ротор. Эти медные обмотки разбиты на несколько контуров. При подаче напряжения на контур на медных обмотках образуется электромагнитное поле, которое взаимодействует с ротором, заставляя его поворачиваться зубцами к этим обмоткам. Если ток переключить на другой контур, то ротор повернется магнитными зубцами уже к этим обмоткам. Этот поворот называется шагом. Таким образом, если переключать ток между несколькими контурами, ротор за определенное количество шагов обернется вокруг своей оси. Допустим, этот процесс может занять 200 шагов. Однако можно повысить точность вращения ротора шагового двигателя, если использовать полушаги. Если в промежутках между шагами подавать напряжение сразу на оба контура статора, то зубцы ротора совершат лишь пол оборота, зафиксировавшись между медными обмотками двух разных контуров. Таким образом, ротор выполняет полушаг, а оборот в 360 градусов уже можно поделить не на 200 шагов, а на 400 полушагов, тем самым повысив точность, с которой можно вращать ротор. Помимо полушагов, подобрав подходящие величины напряжения на контурах, можно добиться деления шагов на еще более мелкие части, так называемые микрошаги. Собственно, свою популярность шаговые двигатели обрели именно из-за точности своей работы в сочетании с простотой конструкции. Друзья, напоминаю, что на нашем сайте существует раздел под названием «База знаний», в котором в скором времени появится и эта статья в текстовом варианте. Если текстовый формат для вас удобнее, то вы сможете найти эту информацию там. Ну а чтобы следить за появлением новых интересных статей в нашей базе знаний, достаточно подписаться на наше сообщество ВК. Зачем нужны драйверы? Драйверы шагового двигателя необходимы как раз для того, чтобы правильно управлять шаговым двигателем, используя полушаги и микрошаги. Качественные драйверы обеспечат желаемую точность работы двигателя, а также могут обеспечить плавность вращения вала двигателя и способствовать понижению шума двигателя при работе. Последние два пункта особенно ценят в FDM 3D принтерах, так как они зачастую работают в жилых помещениях. Друзья, если наш контент для вас полезен, обязательно поставьте лайк под этим видео. Это поддержит его продвижение и поможет нам понять, какие темы вы бы хотели видеть в дальнейшем. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Драйвер шагового двигателя – это электронное силовое устройство, которое на основании цифровых сигналов, поступающих с платы управления, управляет обмотками шагового двигателя и позволяет шаговому двигателю делать шаги – вращаться. Основная часть драйвера – это полупроводниковый усилитель мощности, задача которого – преобразовать подаваемые с контроллера импульсы тока в перемещение ротора. Один импульс, один точный шаг или микрошаг. Направление и величина тока – это направление и величина шага. То есть задача драйвера – подавать ток определенной величины и направления в соответствующую обмотку статора. Удержать этот ток в течение нужного количества времени, а также осуществлять быстрое включение и выключение токов, чтобы скоростные и мощностные характеристики привода соответствовали поставленной задаче. Распространенным стандартом управления драйверов являются сигналы Step, Deer Enable. Вход драйвера, именуемый Step или Pulse, предназначен для получения тактовых импульсов. За один импульс ротор двигателя поворачивается на один микрошаг. Вход может работать по пику или спаду импульса. Чем выше частота импульсов, тем выше скорость вращения ротора. Вход драйвера, именуемый Deer, предназначен для выбора направления вращения двигателя. Ноль в одну сторону, один в другую сторону. Смена значения параметра Deer должна осуществляться при отсутствии импульсов на канале Step. Вход драйвера Enable разрешает работу двигателя. У большинства драйверов данный вход является инверсным, то есть работа двигателя разрешена при отсутствии напряжения на входе. Некоторые драйверы позволяют вообще не подключать этот вход. Если работа двигателя запрещена, то его обмотки электрически отключаются и вал двигателя не удерживается. Чем более совершенна конструкция драйвера, тем больший момент можно получить на валу. Вообще тренд прогресса в совершенствовании шаговых двигателей и их драйверов это получить от двигателей малых габаритов, значительный рабочий момент, высокую точность и сохранить при этом высокий КПД. Господа, если вам необходимы драйверы шаговых двигателей под 3D принтер, Ардуино или крупный станок с ЧПУ, то вы можете найти его в нашем интернет-магазине. В нем вы можете обнаружить и другую полезную электронику для различных станков и любительской робототехники. Ну а если вы планируете сделать в нашем магазине свой первый заказ, то не забудьте применить промокод YOUTUBE, который обеспечит вам скидку размером в 10%. Говоря о драйвере шагового двигателя, нельзя не упомянуть и про контроллер. Контроллер шагового двигателя это интеллектуальная часть системы, которая обычно изготовлена на базе микроконтроллера с возможностью перепрограммирования. Именно контроллер отвечает за то, в какой момент, на какую обмотку, на какое время и какой величины ток будет подан. Контроллер управляет работой шагового двигателя через драйвер. Продвинутые контроллеры подключаются к ПК и могут регулироваться в режиме реального времени при его помощи. Возможность многократного перепрограммирования микроконтроллера избавляет пользователя от необходимости каждый раз при корректировке задачи приобретать новый контроллер. Достаточно перенастроить уже имеющийся. Контроллер можно легко переориентировать программно на выполнение новых функций. На рынке сегодня представлены широкие модельные ряды контроллеров шаговых двигателей от различных производителей, отличающиеся возможностями, мощностями и функционалом. Программируемые контроллеры зачастую предполагают запись программы, а некоторые включают в себя программируемые логические блоки, при помощи которых возможна гибкая настройка алгоритма управления шаговым двигателем под тот или иной технологический процесс. Зачастую функцию контроллера двигателей станка берет на себя плату управления, к ней и подключаются драйверы. Сигналы управления двигателями, исходя от платы управления, поступают на драйверы, преобразуются и отправляются на шаговые двигатели. Драйверы шаговых двигателей бывают разных размеров, начиная от маленьких плат с ножками для персональных 3D принтеров и заканчивая огромными блоками размером с том увесистого справочника. При этом, независимо от размера, драйверы выполняют одинаковые функции. И на маленьких, и на больших драйверах могут быть различные режимы микрошага. Основная характеристика, которая влияет на размер драйвера шагового двигателя, это диапазон силы тока, с которым драйвер может работать. Шаговые двигатели большого размера и мощности нуждаются в большей силе тока и больших значениях напряжения при работе. Помимо этого, в более крупных драйверах предусмотрены более удобные переключатели режимов микрошага. На миниатюрных драйверах переключение режимов микрошага обычно выполняется установками различных перемычек. В то время как на большом корпусном драйвере предусмотрены вот такие переключатели. А схема переключения режимов микрошага располагается прямо на корпусе драйвера. Помимо этого, в более крупных драйверах можно встретить более совершенные системы защиты от перепадов напряжения, а также индикаторы, сигнализирующие о работе драйвера. Итак, как же выбрать драйвер шагового двигателя? Первый параметр, на который стоит обратить внимание при выборе драйвера шагового двигателя, это сила тока, которую может обеспечить драйвер. Как правило, она регулируется в достаточно широких пределах, но выбирать стоит именно такой драйвер, который сможет выдавать ток, равный току фазы выбранного шагового двигателя. Желательно, конечно, чтобы максимальная сила тока драйвера была еще и на 15 или даже 40% больше. С одной стороны, это даст запас на случай, если вы захотите получить больший момент от мотора, или в будущем поставите аналогичный, но более мощный двигатель. Ну а с другой стороны, такой запас мощности не будет излишним. Перебарщивать с запасом тока на драйвере тоже не стоит. Слишком мощный драйвер на 8 Ампер, управляющий двигателем NEMA 17, может, к примеру, вызвать излишние вибрации. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это наличие микрошаговых режимов. Сейчас практически в каждом драйвере есть множество режимов микрошага. Чем больше деление шага, тем плавнее движение вала мотора и меньше резонанс. Соответственно, при прочих равных условиях стоит использовать деление чем больше, тем лучше. Третий аспект – это напряжение питания. Это весьма важный и неоднозначный параметр. Его влияние достаточно многогранно. Напряжение питания влияет и на динамику работы драйвера на высоких оборотах, и на вибрации, и на нагрев двигателя, и драйвера. Обычно максимальное напряжение питания драйвера примерно в 8 или даже 10 раз больше значения максимальной силы тока. Наиболее подходящее напряжение питания шагового двигателя принято считать по формуле, которую вы сейчас видите на экране. Где L – это индуктивность обмотки в миллигенре, взятая из технической документации на двигатель. Ну а U – это напряжение питания. Четвертый аспект – наличие опторазвязанных входов. Практически во всех драйверах и контроллерах, выпускаемых на заводах, тем более брендовых, опторазвязка стоит обязательно, ведь драйвер – это устройство силовой электроники, порой пропускающее через себя неслабый ток. Дабы обеспечить защиту элементов всей цепи, в том числе и дорогостоящего контроллера, драйверу желательно иметь опторазвязанные входы. Однако, если вы решили выбрать драйвер шагового двигателя незнакомой модели, стоит дополнительно поинтересоваться наличием оптоизоляции входов и выходов. Пятый аспект – наличие механизмов подавления резонанса. Резонанс шагового двигателя – это явление, которое проявляется всегда. Разница только в резонансной частоте, которая прежде всего зависит от момента инерции нагрузки, напряжения питания драйвера и установленной силы тока фазы мотора. При возникновении резонанса шаговый двигатель начинает вибрировать и терять крутящий момент вплоть до полной остановки вала. Для подавления резонанса используются микрошаг и встроенные алгоритмы компенсации резонанса. Колеблющийся в резонансе ротор шагового двигателя порождает микроколебания ЭДС-индукции в обмотках. И по их характеру и амплитуде драйвер определяет, есть ли резонанс и насколько он силен. В зависимости от полученных данных драйвер несколько смещает шаги двигателя во времени относительно друг друга. Такая искусственная неравномерность нивелирует резонанс. Механизм подавления резонанса встроен во многие драйверы шаговых двигателей. Драйверы с подавлением резонанса это высококачественное и недешевое оборудование. Само собой, если бюджет позволяет, лучше брать именно такие. Впрочем, и без этого механизма драйвер остается вполне рабочим устройством. Оставная масса драйверов на рынке не имеет функции компенсации резонанса. И тем не менее, десятки тысяч станков без проблем работают по всему миру и успешно выполняют свои задачи. Шестой аспект это протокольная часть. Надо убедиться, что драйвер работает по нужному вам протоколу, а уровни входных сигналов совместимы с требуемыми вам логическими уровнями. Эта проверка идет лишь шестым пунктом, потому что, за редким исключением, подавляющее число драйверов работает по протоколу Step-Dure-Enable. Вам надо лишь только на всякий случай убедиться в этом. Седьмой аспект это наличие защитных функций. Среди них защита от превышения питающего напряжения тока обмоток, от короткого замыкания обмоток, от переполюсовки питающего напряжения, от неправильного подключения фаз шагового мотора и так далее. Чем больше таких функций, тем лучше. Восьмой аспект это наличие дополнительных функций. Их может быть множество. Например, функция определения срыва. Внезапной остановки вала при заклинивании или нехватке крутящего момента у шагового двигателя. А также выходы внешней индикации ошибок и тому подобное. Все это не является необходимым, но может сильно облегчить жизнь при построении станка. Девятый и, возможно, самый важный аспект это качество драйвера. Оно практически не связано с характеристиками и тому подобным. На рынке существует множество предложений и иногда характеристики драйверов двух производителей совпадают практически с точностью до десятых. Но на практике же качество работы этих драйверов может очень сильно отличаться. Определить уровень качества драйвера заранее по каким-то косвенным данным новичку будет достаточно трудно. Так что советуем изучить отзывы других владельцев драйвера, который вам приглянулся. Благо форумов о станках с ЧПУ немало. А также можно воспользоваться проверенным способом, ориентироваться на бренды. К примеру, одним из популярных производителей драйверов является компания Leedshine. Ну и напоследок расскажу несколько практических рекомендаций по взаимодействию с драйверами шаговых двигателей. Они очень простые, им несложно следовать и они, несомненно, помогут сохранить работоспособность драйверов. Первая рекомендация. Следить за правильным подключением контактов драйвера. Расположение пинов может немного отличаться от производителя к производителю. А если подключить драйвер неправильно, он может просто сгореть при первом же включении питания. Поэтому рекомендуем при подключении драйверов тщательно сверяться со схемой подключения, чтобы не столкнуться с такой ошибкой. Вторая рекомендация. Обеспечить правильное охлаждение драйверов. При перегреве они начнут работать с ошибками, а то и вовсе могут выйти из строя. Следует отдельно отметить, что разные модели драйверов имеют разное тепловыделение и, соответственно, нуждаются в разных мощностях охлаждения. Для маленьких драйверов с простой начинкой может быть достаточно пассивного охлаждения в виде алюминиевого радиатора, приклеенного на управляющий чип. А для более мощных драйверов понадобится уже более мощное охлаждение в виде системы из радиатора и кулера необходимой мощности. И третья рекомендация. Приобретать драйверы, имеющие запас по допустимой силе тока при работе. У каждого шагового двигателя есть определенный диапазон рабочей силы тока, который можно найти в его технической спецификации. Спецификацию можно найти в интернете по запросу с указанием полного названия модели шагового двигателя и словом «дата щель». Соответственно, сверяете значение рабочей силы тока драйвера и шагового двигателя и выбираете драйвер, работающий с силой тока процентов на 40 больше, чем рабочая сила тока двигателя. Это обеспечит запас для стабильной работы этих элементов станка, а также даст возможность для замены двигателя на немного более мощный без смены драйвера. Ну а на сегодня у нас все. Выбирайте драйверы шаговых двигателей по вашим потребностям, не перегружайте шаговики повышенным напряжением, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на этот и другие наши YouTube-каналы, а также аккаунты в других социальных сетях. Пока!